МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ди Каприо в шестой раз поборется за статуэтку, и над этим уже успел посмеяться весь мир. Вот даже соответствующую компьютерную игру создали. А ведь таких, как Леонардо, за историю Оскара было более чем достаточно. Без статуэтки до сих пор Брэд Питт, Джонни Депп, даже Малковича обошли стороной. Среди петербуржцев лауреатов пока тоже нет, держим кулаки за бронзит. А вот номинантов было достаточно. Причем иногда крайне неочевидных и неожиданных. Эпоха становления кинематографа совпала с творческой биографией Шостаковича. Еще юноша-композитор халтурил тапером на тот момент в первом и единственном кинотеатре, который находился на месте нынешних павильонов Ленфильма. Он написал музыку к 50-советским фильмам. А в 62-м году был номинирован на Оскара в номинации за лучший саундтрек к драматическому или комедийному фильму. Номинацию ему принес фильм 59-го года «Хованчина» под наименной опере Модеста Мусоргского. Вот только музыкальное оформление стрелецкого бунта 17-го века Шостаковичу победу так и не принесло. Оскар в том году достался гениальной вессайской истории Леонарда Бернстайна. И тут интрига совсем закручивается. Ведь Шостакович был любимым композитором Бернстайна. Это как если бы ученик победил своего учителя. Ещё один оскаровский след в Петербурге. Мало кто знает, но ленинградская студия документальных фильмов была в номинантах на Оскара. В 1985 году в категории «Лучший документальный короткометражный фильм» участвовала картина режиссёра Лен Дока Ирины Калининой. Картина называется «Воспоминания о Павловске». Её опять назначили директором. Директором несуществующего Павловска. Ирина Калинина работала на ленинградской студии с 1967 года. Автор 30 фильмов. «Воспоминания о Павловске» — 30-минутная лента, рассказывающая о директоре Павловского дворца-музея Ани Зеленовой. Да, фильм не победил в номинации. Но до чего же удивительно, что американских киноакадемиков вообще заинтересовал историко-биографический фильм на такую трепетную для нас тему, как спасение дворцов после войны. Теперь с трепетом на «Оскаре» относятся к другим вещам. Ну, например... Были скандалы, расовый скандал, который произошёл буквально за несколько месяцев до церемонии. И какой огромный общественный резонанс приобрела вся эта история, когда супруга Уилла Смита обнаружила, что там нет ни одного чернокожего номинанта. Что за расисты? 70 лимонов долларов и не могут подобрать чёрную группу. Стыд! Просто стыд! И всё же, несмотря на весь фарс, на все скандалы, которые как специально в пиар-целях сопровождают каждую церемонию, «Оскар» остаётся главной наградой в мировой киноиндустрии. Главной, но не самой важной. Самая важная награда — это симпатия зрителей. Об этом знает Декабрия. Об этом знает дюжина великих актёров, которые были номинированы, но ни разу не выигрывали. Об этом знает, например, гениальный 80-летний Пьер Ришар, который даже и номинирован-то не был. Французский актёр приезжал в Петербург с моноспектаклем, но в мюзик-холл журналистов не пустили. Зато пустили зрителей. Среди них я наблюдал, как Пьер Ришар с заглушающими всё вокруг овациями не отпускали со сцены. Всё же с подобной народной любовью никакой «Оскар» не сравнится. Павел Никифоров, Пульс Город.